Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Мы очень рады, что вы вновь посетили Ельск. Понравится ли вам городе? Поделитесь вашими впечатлениями. Мне Ельск безумно нравится всегда, поскольку это старинный купеческий русский город. И я кое-что знаю из его истории, поэтому, начиная от Михаила Воронцова, который основал его, от казаков, которые здесь ходили на своих стругах, до Ивана Максимовича Поддубного, который здесь похоронен, тоже часть русской истории, человек-чемпион мира по борьбе, который не проиграл ни одного боя. Ну, здесь много чего интересного, помимо всего прочего. Прекрасные пляжи, чистое море, это Ельск, это Должанская станица. И вкуснейшая рыба, кстати. Таранка здесь самая вкусная вообще. У меня коллектив всегда приезжает в Ельск, только за рыбой они бегут сразу, как сумасшедшие на рынок, там их уже знают всех. Понятно. А вот немножко про Поддубного. Я знаю, что вы в юности тоже серьезно занимались вольной борьбой и даже стали кандидатом в мастера спорта. Точно, совершенно верно. И, может быть, тогда этот опыт и сама личность Ивана Максимовича, они всех вдохновляли. По тем временам, это 80-е годы, не было тогда еще культуристов, журналов модных, как качать мышцы те или иные. А все смотрели на русских богатырей, каковым был Иван Максимович Поддубный. И я сегодня посетил, кстати, его могилу. Был на могиле, мы там около памятника сфотографировались. К сожалению, в музей попасть не смогли, потому что свет там отключили. Ну ладно, в следующий раз, в общем-то, будем еще в Ельске, обязательно съезжу. И что касается Поддубного, я много раз делал о нем материалы в разные газеты. Это действительно феномен. Человек, который начал от грузчика, уже достаточно для современного спорта в серьезном возрасте, разгружал какие-то баржи, потом в цирк пришел, стал заниматься борьбой. И сам развил свою силу и свой потенциал как борца настолько, что стал чемпионом мира, шестикратным чемпионом мира, а потом еще такой удивительный факт в его карьере, это в 56 лет он в Америке стал чемпионом мира в Америке уже. И это вот факт такой феноменальной русской силы. Он, конечно, не может не завораживать. И он, как плеяна таких великих русских людей, как Александр Васильевич Суворов, как Святослав Игоревич, князь и Максим Ильич Поддубный, еще можно перечислять много-много людей, которые не проигрывали ни одного своего боя, ни одной своей схватки, ни одного своего сражения. И вот такие люди на них держатся, наверное, русская земля и гордятся поколения предыдущие. Кстати, Поддубный говорил всегда следующую вещь, что единственный человек, которого я боюсь в плане борьбы, в плане физической какой-то силы, это мой отец. Отец у него был, и Поддубный считал всегда, что отец сильнее гораздо. Он останавливал за колесо телегу, которая мчалась на бешеной скорости с лошадью. То есть такой был просто богатырь, и он как раз являлся таким столпом, такой основой, на которого Поддубный ориентировался. А, кстати, сейчас в самом разгаре идет Олимпиада в Рио, и наши спортсмены, несмотря на допинговый скандал, не перестают нас поражать своим победами. Скажите, вы следите за спортивными событиями? Да, совершенно слежу. И когда есть время, когда мы между переездами, я всегда прихожу в гостиницу, первым делом включаю именно информационный канал, касающийся спорта. И очень рад за наших девчонок-раперисток, и очень рад за наших борцов, боксеров, за волейболистов, за те команды, за тот спортивный дух, который, несмотря на вот эти скандалы, вы даже не представляете, вот, друзья, как это сложно, кто когда-то занимался спортом, он знает эту вещь. За 2-3 месяца до Олимпиады, когда ты на пике формы находишься, когда тебе даже переживать нельзя ни о чем. Тебе нужно только тренироваться, готовиться к олимпийским схваткам, к олимпийским победам, а тут такой скандал, и ты не знаешь, ты поедешь на Олимпиаду, не поедешь, у тебя нервный стресс, у тебя ток энергии, и я понимаю, те спортсмены, которые рассчитывали на олимпийское золото и были готовы к нему по предыдущим стартам, они его не получили. Я думаю, что это из-за этого. Это идет такая планомерная атака на Россию со стороны западных СМИ, западных каких-то вот этих боссов, организаций вот этих. Все прекрасно знают, что большой спорт, он не может быть без каких-то вот моментов, там, допинга или чего-то, но и есть в западной аналоге вот этого Мельдони. Вот, и тот же Мельдони, который, я сам видел интервью ученого, которое его придумал, прибалтийский. Мельдони делает следующую вещь, он, когда человек находится на перегрузках физических, он укрепляет сердечную мышцу, укрепляет сосуды, чтобы человек не сгорел. Вот и все. И есть западные аналоги, но почему-то, которые наши западные там коллеги, они умалчивают об этом. Только в России, оказывается, есть Мельдони и есть все прочее. Это несправедливо, и нам нужно с этим бороться и в России, и спортивным комитетом. Нужно давать свое, говорить свое решительное «нет» таким людям и поддерживать наших спортсменов. Ну что, Сергей, давайте пожелаем нашим спортсменам дальнейших ярких и красивых побед. Ну а вам я желаю творческих успехов, всегда оставаться в такой же прекрасной физической форме, быть таким же честным, настоящим и искренним. Спасибо, спасибо огромное, спасибо, девчонки. И сейчас иду готовиться уже к концерту, у нас через час меньше уже начало концерта. Пойду чекнусь, распоюсь и уже вперед. Ейск, какой там уже год, я не помню. Ну, какой-то, не важно, для Ейска вообще время, оно бесконечно. Я думаю, будет и следующий год, и следующий, и следующий. Будем сюда приезжать с удовольствием на эту богословенную землю, в этот приморский город, дай бог, и другим артистам желаю того же.